а в блэкбуке нас заточили в каком-то особняке в тюрьме и все это сделал александр конечно же забрал у нас книжку глава 6 как колдуны умирают так это мы все уже слушали прокликаем ничего мы выберемся сами чертей отправим только на работу путь прошка нам если чего помогает нормально все темница александр думает удержать меня замками колдовством не на ту напал нету конечно я немного скипнул пятую главу расскажу что произошло в общем в пятой главе мы искали предметы для колдовства на праздник ивана купалы предметы собрали отправились в лес нашли папоротник горящий сразились там с жар птицы какой-то потом на нас бесы напали чтобы забрать этот светящийся папоротник любят они его из ада эта хрень короче этот папоротник вот с бесами мы справились но потом на нас еще напали соответственно сашка с этой ведьмой и вот затащили нас а папоротникова печать мы сняли спиробой покупки нового корабля засчитывает и так и не разобрался до засчитывает после того как вы зайдете в ангар и посмотрите кораблики то есть там я так понимаю можно бесплатные кораблики даже взять и расти железные решетки преграждают вам путь вы пытаетесь открыть дверь ваша ладонь все еще помнит пронзительную боль монастырской иглы и вы чувствуете как внутри пульсирует цветок папоротника вы прикасаетесь к замку и он раскрывается с тихим щелчком вы открываете удобно ей шагу путь преграждает колдовской барьер александра шучу с барьером делать нужно осмотреться на что-то тут александр за года то есть не просто заряга цена скачать и пройти обучением типа потыкать корабли в вашем ну где они там покупаются трещина какая-то сено и все пусто в стене трещина какая-то в нее сен запихана поганый гриб порчи 7 на василис восхитительно на лавке дырка есть небольшая и все мы пести кажется черти уже работу просит ксена запихана ну значит вот это в этом сене и зиждется проклятие не не когда мне томится или поискать предмет наговоренный ухват какую-то недобрую силу я от него чувствую к верху рожками стоит ухват значит ухват наверное ну расколдовать ухват какой-то предмет мешает где источник силы колдовства александра точно в ухвате дело не зря его возле двери к верху рожками поставили дотянуться не могу еще бы не может тебя же преграждает поэтому он снаружи его и оставил тупая беда с твоими парнями с твоими парнями а ты как думала я тебя тут на съедение колдуна моста ваш помощника прокидывает ухват и колдовская преграда мигом рушится вы благодарите своего спасителя и готовитесь продолжить путь но упаси прошка низкие потолки у этого подвала подвала а все равно простор не любого галпца низкий сводчатый коридор ведет в глубины поместья в полумраке вам сложно различить даже собственный сарафан вы замираете услышав гулка и шипение впереди во мраке что-то шевелится кстати у нас новых спеллов то не открыл а у нас же нету книги как я нападать то буду прошка помогает и отправляется вперед ослепительная вспышка и тьма рассеивается испуганные бесы прячутся по углам только завидев войпеля ну еще бы кладовка может быть найдутся полезные припасы кажется об этой кладовке помнит только вездесущая плесень которая присутствии нечистой силы разрослась кустистыми тускло мерцающими островками по забытым хозяинам запасом в углу притаились суседки испуганно поблески мы поговорим с уседками давайте в карт сыграем не на плесень мне ваша не нужно я был самый лютый голод вас не стал есть вечно в пыли из голца тем уж на 11 виду винду переводе переходить вот тут я честно говоря очень не уверен успокойтесь я не собираюсь вас есть бедные суседки до power если бы вопрос зарегаться я думаю цель была бы гораздо ближе суседки домовые на основном до дома и всяким страшно в доме-то стало чем сильнее он становится тем больше тут чертей некоторые злые мог ты сожрать не удивлен что кума от своего колдуна сбежал сладу его нет на тела вяза нашего скрытого расскажите про вашего хозяина хочу рассказы хороший был мужик и родители хорошие пока черном азии вашей неужели вот с тех пор и прячемся по углам сколько спал веку наверно он парень то хороший много кому помогает хочет как лучше получается как так уж хорош получают скрытые колдуны есть различия между профессиональными колдунами скрытыми профессиональные стоят в одном ряду с крестьянскими профессионалами кузнеца мельниками их сила передается только по наследству они владели своим тайным языком для использования черных загоров но чаще всего использовали простые бытовые знания в природе о природе и человека и животных колдунов боялись за счет своих навыков они умели зарабатывать на жизнь русские колдуны всегда умело скрывались среди обычных людей но есть признаки по которым крестьяне их узнавали например в тульской губернии по наличию двух теней а в саратовском уезде человека говорящего с самим собой вслух считали колдуном беседующим с нечистой силой в чердоне колдуна можно было раскрыть если посмотреть на него наклонившись через ноги тогда у него будут видны небольшие рожки а в церкви он всегда встает спиной к алтарю если колдун умирает раньше срока он продолжает колдовать возвращаясь как оборотень или мертвец помощники при этом остаются с ним ну а чё нам на суседку то нападать не ждать помощи прям скажем вот тебе в дорогу припасов без плесени спасибо ветры буйные складное 87 противникам ух какое складно это найти ключ и прочитать украда дедушка адамий жест летучая взять слов до текущего максимума полезно блин давай ветры буйные винный погреб вы отворяете двери закрываете лицо от облака вырвавшийся на свободу пыли когда она рассеивается вы видите старый винный погреб здесь давно не ступал не человек не нечистый дух на бочках есть деревянные таблички с надписями на незнакомом вам языке вы рассеянно осматриваете один сосуд за другим когда ваше внимание привлекает одинокая бутылка на столе ну конечно взять бутылку идите на ее этикетки незнакомые вам колдовской бутылку просто так оставлять шанс 40 процентов что трава не исчезнет после использования яс так сейчас забыл еще одну вещь сделать это 1 быстренько похоже густые тени приближаются вскоре тьма становится всеобъемлющей внезапно вы замечаете в трепещущем свете свечей лестницу и устремляйтесь к ней а там такое суседки нет не хотим вас как затрубания поменяются 8 вечера ну может быть в 6 вы отступаете от зубашного лебедя на шаг время мало нужно такое я не ждал что настолько кринжовую я просто думал как у небес на вас нападет привет ты прошла замки и затворы и даже без надеюсь вы простите мой французский коим я обзавелся в демонсорсиор демонсорсия демонсорсия чё я французский не знаю по-русски говорить чудила я не могу этого сделать ведь на то был дан указ александра но как я и говорил я впечатлен он мне сказал не пропускаю василицу у неё не осталось от смен дружебука но 15 здесь есть небольшая лазейка фига но я бы хотел убедиться в этом самолично как насчет поединка на нашем языке знающих но будь готова ошибешься отдашь мне свою душу я вижу ты необычный шишига что верно то верно а может в гвин сыграем как и иные твои друзья он был предком учу как тебе новое призвание в котлах адовых жарится лебедь зубастый да говорят колдун должен пролезть через пасть тетерева щуки или лебеди зубастого только тогда чертей получат свое распоряжение но не он имя они им вертеть будут вот отправляет колдун чертей то веревки из песка ведь то озеро ложкой вычерпывать то листья на осине считать осин это чертово дерево на нем иуда удавился вот черти листья считают осина вся трепыхается они со счет сбиваются да сейчас побежим смотреть персонажа английской никс ну ты чего сейчас бы забрал у тебя балла канал забрал но не забрал как тебя называть то лебедь зубастый у меня было много имен но сейчас я почитаю называться пьер пьер клянусь ен у тебя крыша улетела так далеко что ее не видят а позвольте мне быть тем чем я захочу я льви давно ты знаешь александра с тех пор как он пролез в мою пасть ах то был день ночных тайн кель мистер дэля мажи хороший малый мон комрад работу давал странную спаши поле выруби деревья и всегда был недоволен результатом но такова природа для дьявле мы портим они созидаем однако слухи полнят пекло говорят книга попала к пряке хочет извести всех бесов не приручить их для благой работы представь себе ну давай свой поединок что с именем кота вроде другое было имя прошка его звали а на самом деле он войпель один из древних богов у чудских это будет прекрасный поедем не фиг это ты мне скажи что за язык знающих что этот лебедь зубастый имеет в виду что за язык такой у знатких то загадки то уж точно языки народов разных только знающие могут отгадать загадки а кто знает их на самом деле много тот изнаткий я знаю это была разминка переходим к делу отгадай три загадки нет сомнений что ты сильна и без книги и пью путь твой свободен что же с этим предметом ты провела достаточно времени и на деревце а с листочками и не шубейка а сшита ну книга с точками и не шубейка а сшита с этим предметом я провела достаточно времени ты про книгу мою и это загадки древнего бесяка я такие на посидинках еще слышала если ты эту слышала то вот тебе посвежее плывет лебедь а не летает до облаком порхает лодка мне нужна подсказка это что-то посвежее что-то новое пароход а облако конечно же порхает ну что же я полон надежд как видишь я люблю загадки пролебить итоговый ответ будет знаком тебе молодой смертной но не нам демоном природы белая лебедь на столе не бывало ножом не рушина а всякой и ушел и вылезли бить на столе не бывало ножом не рушина а всякие и кушать соль звучит как соль на столе не бывало потому что плохая примета когда ее на стол рассыпают обида грудь ножом не рушина всякой и кушал от грудь матери да я еще даже не дошел до этого варианта что увидел соль и подумал соль можно ножом раз растолочь наверное сися видимо что незнакомо демонам природы видимо грудь матери губа ну что же не смею вас задерживать прекрасная василиса уверен вы вернете свой на подсказочек прошел прощай гусь подвальная дверь заперта и вы обращаете свой взор на ладонь где зашит цветок сосредоточив в ней колдовскую силу вы протягиваете ее к дверной ручки но внезапно замираете руки не видно ваш спутник ухмыляется такой трюк может и проведет смертного но не силы тьмы так чёрт прихожая вот сень такси не я бы таким мигом пообойклась так хочу пистель заново отправлять да вроде нет пускай бутылку нафиг нам нужна книг то недоступно все равно ослепительный свет падает на пыльную подвальную лестницу и затягивает вас в богатое убранство прихожей у вас перехватывает дух от роскоши которую вы представляли лишь полубочным картинкам среди барочных завитков лестничной клетки снуют бесы разодетые в странные черно-белые костюмы один из них чем не на них западать как я с ними драться будут без книги вы готовитесь сдерживать без уговорами прежде чем он на вас броситься но это оказывается излишним похоже демон одетый в черный фраг торопится предложить вам целый поднос деликатеса вкусно сколько мне кстати давай вау блин 2000 сударыня добро пожаловать дворец нашего хозяина сегодня гости изволите откушать попробуйте эту серую штуковину очень водка что ли не верите спросите у других без здоровья установлена ты евро флой да не спасибо как изволите если вдруг понадоблюсь я весь ваш постой я хотела спросить где ваш хозяин конечно же в своем кабинете доложить о вас нет постой сама поднимусь пусть это будет для него неожиданно ах как славно увидеть такую прелестную сударыню прошу простить если я по вашему мнению позволил себе лишнего странные чур заделись то это порядок нашего хозяина и не думайте что он нам не нравится конечно есть недовольные бесы но лично я сейчас но еще бы дворецкий высокая должность я даже не собираюсь терзать александра за все это нет смерть колдуна один из самых древних сюжетов устного народного творчества колдуны при жизни находится на границе между мирами а после смерти его неприкаянная душа тем более не может найти дорогу и на не на тот свет не на этот скорее всего такие верования связаны с языческими представлениями о черных шаманах а шаманизм видимо был присущ не только финно уграм но и славянам часто колдун расплачивает за свои поступки в момент смерти черти которых он не успел передать преемнику терзает его изо рта ведьмы может литься молоко который она с помощью нечисти на воровала при жизни ну уж конечно нет право слова сюда быть дворецким сотни раз лучше чем воровать когда другие без это осознают многое может измениться что это у тебя на подносе такое лучшие закуски для наших гостей желаете да не спасибо как если конечно конечно сударыня вам прямо по этой лестнице атриум коридор кабинет александра вместо потолка стекло красивая комната в центре поместья под удивительным стеклянным сводом этой комнаты раскинулся зимний сад полной экзотической жизни вы переводите взгляд с одного растения на другое с одной травы на следующую и мало что узнаете то чё на них нападать даже вы чили ты и принята такую заморскую зелень вы видели только сгиба очень книгах деда и гора до слышали о них по рассказам тех немногих кому доводилось было что она откажется нападать не знаю вам удается найти и знакомые волшебные потом битва с предопределёнными объемами работу или какие-то слабые просто и как ни странно весьма успешно некоторые недовольны такой работой но многие смирились со своей участью вам удается узнать несколько хитроумных приемов которыми пользовался александр муштруя этих чертей ну попробуем напасть что ли свой заговор как черти спешно удаляются а я исчезая они просят не ходить по растений тоже мне напали библиотека какие книги держат свои библиотеки знатный колдун не знаю не знаю как много знаний такой богатой коллекции книг на разных языках нет ни в вашей избе не в церквях вильгарта и чердене на мгновение вы забываете и о черной книге и о вашем деле погрузившись в мечты о прочтении всех этих сокровищ блеск лунных лучей в глазах медвежьего чучела выводит вас из размышлений смотреть чуть-чуть он сына недобрых медвежьих глаз заставляют вас насторожиться вы подходите на шаг ближе и понимаете что чучело битком набита чертями смотри стяжи одни книги написаны на незнакомых вам языках другие слишком объемны чтобы успеть их прочесть за столь короткий срок тем не менее вы находите сборник были на сказаний которые решаете одолжить у александра илья муромец и святогор отголоски представления о смерти колдуна его неспособности успокоиться есть даже в русских были нах и света о святогоре святиборе которого не носила земля и он со своим конем путешествовал по горам горы выдерживали и того и другого сюжет илья муромец и святогор русский воин помещается в кармане у святогора но его коня отказывается носить сразу двух бактерий в горах они нашли плотников которые тесали и сколачивали гроб муромец лег в него этот оказался не по размерам лег святогор как раз по нему и накрыл с крышкой тут же его опоясали железные обручи понял святогор что пришла его смерти и попросил илью склониться и перенять его силу но илья отказался именно так колдуны при смерти передают чертей тому кто находится рядом так но я не собираюсь его чертей забирает нафига мне чучу резать нет не буду галереи хранят картины на стенах застыли портреты и пейзажи великолепной работы несравнимой не только с примитивными лубками но даже с иллюминированными рукописями несколько испуганных бесов бросают тряпки которыми они протирали картинные рамы и прячутся по углам смотреться не знаю может это портреты разработчиков вот какая-то криповая покинуть местность на ну даже ничего получать нельзя мне кажется киньте портрет разрабов на манер игры или читта можете продолжить путь ну да пустое место либо я слепой извилистые коридоры поместья кишат чертями как углы под печью тараканами нельзя сказать что они занимаются вредной работой без собирают полы и натирают до блеска медные ручки вычурной мебели здесь же нечистые оказались смелее заметив вас они устремляются в нападении давай что здесь забитого то будет а ну да у разами убийца а оставшееся время один из не успеете уничтожить все проиграете хвори увеличивает ромб существом ключ руда есть еще шипы а ну шипы однозначно шипы точно они здесь все он шокнут дальше нанести равное количество слов заговоре x2 у нас слов будет 5 то есть 10 урона будет условно говоря сюда если враг погиб нанести всем оставшимся 5 урона можно у разы плюс вот это 3 а 3 всем противникам убийца сюда дальше это допустим сюда 10 урона плюс 10 от шипов этот всего лишь 5 получит а еще а хворь с ключом за один ход а еще три 3 5 а 18 все 8 здесь есть 3 по всем 5 от того что этот умирает 10 он получает от шипов этот получает 10 плюс 8 18 и по нему осталось на 4 ударить каким-то образом еще есть шипы здесь 18 а ну и плюс 10 окно все да нормально что значит не 10 шипы 9 или чё ли чё ли вроде должно быть нормально а 9 я так и думал до единичка сбросится я да я кстати думал об этом что надо одно атаку дополнительную в этого в кинуть я вот подумал об этом но но нет значит рудой сюда змея сюда в этого и так хватало забавная битва крада подавлен что подавлен следующий атака на стадин уменьшаются при получении ладно неприкасаемый продолжительные статусы нельзя снять положительные жители с два хода здесь вот текущую максимум это там взять такс ну поехали кабинет александром чудо она в виде призрака к ним пришел что еще не с моделькой вы входите в кабинет александра он смотрит прямо на вас и его не видит цветок папара застил ему взор стол завален и списанными бумагами чертежами и магическими книгами ваш пленитель расхаживает вдоль кабинета бормоча под нос что-то не связано сейчас бы еще говорить с ним но вначале надо книгу болотать александра похоже родители что механизм какой механизм странные черти в нем крутится как будто модель маленькая чего-то здесь рисунки какие-то как будто механизмы которым без и должны управлять чего только нет и для пашни и вроде мельницы ли чё ли ваши вещи это ваши вещи которые отобрал александр можно попытаться их забрать но вы понимаете что тогда невидимость дарованная папоротником спадет хочу еще какие варианты все он пытался желание составить ну конечно же забрать ваши вещи которые отобрали что василиса ты как откуда кажется невидимость пропадает если я заговорю с человеком вот и наш дружок товарищ наверно думает что ты божьим словом переместись неужели это тот самый магнетизм перемещающий людей предметы о котором я слышал так много не твоего ума дело а теперь отдавай мои вещи и травы пока живой как видишь у меня достаточно сил чтобы справиться с твоими жалкими преградами да василиса с этим я не могу спорить но и согласиться не могу что будет если я верну тебе предметы отправишься к пряхе не испытывай мое терпение пусть ты даже отдашь себе книгу это не то чего бы хотел твой наставник думаешь чтобы мне заговорить да да уверен он хочет того же что и я бессократии дед егор не хотел бы мне книгу вернуть да он сам не и отдал уверен у него есть на то причины немаловажной могла стать моя благородная цель да я и сам рассказал ему про бессократию когда он запер меня в вашей избе и еще раньше он нам про свадьбу твоего николая поведал что плохо ты знаешь своего наставника василиса врешь все врешь не веришь спроси упряхи где она моя чё в своей избе где еще но ты ее не одолеешь кажется что дед тоже хотел чтобы она открыла книгу он сам боюсь я забрал ради своего желания что или да но мне где-то классный я лишь предостерегаю да признаюсь над названием стоит поработать но сути это не меняет представь наша родина где правит самый сильный и самый мудрый колдун и сила его множится ведь он передает бесов по наследству своему преемнику следующему по силе могу не забывай бесы будут выполнять только полезную работу и это возможно да ты и сама наверняка убедилась если видела хоть то лику того как я распорядился своими бесами так без окрации получает без окрации в россии возможно открыть последнюю печать в черной книге я не буду шутить политические шутки я его сами додумаете трижды мы с тобой встречаемся дока на доку 4 2 на доку 2 переубедить а давай попробуем ты решил отдать мне черную книгу распрощаться с желанием желание я не отдам но возможно смогу убедить его по другому но угрозы не помогут благородство думаю уповать на угроз бесполезно это я сам сказал он раньше сражался со мной знаю мою силу но он какой-то благородной цели придерживается пытается хотя мы так что давай блин это она об этом моя цель оправдывает ясно ага битва с ним тоже особенно складной 8 складная жертва порча 77 многовато зачеркать получать следующий негативный статус сто процентов жест жертва крепкая сквозной слог вечный урон при потере здоровья вот так вот сделаем без книг сражаться давишь она уже сама обучилась каким заклинанием так спорчи идешь нахер у тебя веточка в один урона 2 даже дальше что у него у раза о все самое время бахнуть ему по лицу складной слог 5 это 88 16 дважды он по нам бьет получают 2 в ответ 18 плюс 100 больше этот день это 20 плюс руда 22 и дальше остается только добить его каким-то образом а тут еще жест же а и все и руда 24 урона плюс в ответ к получит есть можно просто отговорить его от затей разойтись миром ну я не угадал как надо его уговаривать сейска мити я не хочу и пошел в жопу не заслужил узнать следующие три слова и сбросить любое количество из них взять одно слово жесть летуч посмотрел крепко один порча 5 всем противником о май александр падает теряя последние силы вы пытаетесь обуздать свою ярость простить нас этот колдун пытается вам помешать и вы не хотите тратить на него время в четвертый вы медленно выдыхаете и оставляете александр ничёся х все-таки его цели были благорую интересно его можно типа убить если у нас очень много грехов было бы а то у меня то 5 вернуться чувства вы уже откроете последнюю печать вы играете сумку со своими вещами и готовитесь продолжить путь медлить нельзя пряха не должны открыть последнюю печать можно было бы убить там есть опциям карнэш прошка вести так чертей нишка ничего бась ты без книги посильнее любого колдуна он санька одолела сейчас и у старухи книгу отберешь главная беда это дождь всю шоссе и письками не мерилась а а вот с александром уже четыре раза так ну прошка конечно в помощь книжник иногда старый мужик продавал заговоры егору стоп так а у нее чё книга есть что ли внезапно на ней время прочтения 232 урона давлее так крепкая порча всем противникам выглядит охренительно можно даже две таких проблема в том что ключей у нас очень много и все мы все равно сыграть не можем м мэйзинг лая но лама вас его за самку твич правил вы стан стронци гер пасибо лев лама за совку пасибо большое еще рот зашит всем противникам уменьшать на 5 получаемую броню заморочить противник выбирать целью случайного персонажа не действует на господ что добавим звучит жестко порча 7 летучая используя мгновенно используется мгновенно минуя заговор а стоп но на летучий же все равно тратится свиток а зачем тогда как нет наоборот и лучше с заговором червей василь не наоборот как уж и сейчас все еще лучше выглядят савица выглядит так все хотя да нет нормально тоже летучий не тратится тратится я жду завод соль в глазу она же летучие летучие ты его используешь и она сразу же тратит свиток и так далее но это ключ тратит чё-то еще интересно взять слов до максимума вот можно как ардроу неплохой ангелом слава да не тратит жест все таки промахиваются поэтому существу тоже можно одну взять получит разрослась плохо делом пойдем книжнику замену мороз пробегает по вашей коже не поделись на присутствии нечистой силы мудрость войдет сердце и знание будет приятно душа твоей это я еще не покупал вроде бы все купить куда еще деньги тратить изба пряхи стоп это квест 5 пенсик может торговцы заглянуть там без травта по идее тук спряхой придется это без каких таких без травта чем жили прям сразу битва спряхой мы пойдем торговцев ограничен вы останавливаетесь на крайне села пытаясь перевести дух клубы паров который превращается дыхание разрывает в клочья косой холодный 6 какая скорее уже рядом но вы решаете пособолезную на подготовку к встрече с опасной колдун и на экскурсии со внуком капец какой были ну это конечно же есть крепитесь там должно такого происходить чё у нас тут опряхи можно спросить и бабы крестятся при одном лишь упоминание старой ведьмы все знают что встреча с ней может не довести до добра но многие продолжают обращаться к ведуньи за помощью силу не прожить без колдуна разводит руками крестьяне покупай добро и травы чтобы вы могли использовать аж плюс 3 травы вход наречистость белые черные колечко еще страничку еще одна не продает вероятность 20 процентов что статус продержится до вход не очень снялся сильно выглядит глаза вообще неплохо было бы купить но и купим чё пускай будут вдруг какая-то очень сложная игра в дурака будет но из бопряхи дикая случайность да уж капец вы прибегаете к колдовству папоротника и ладонь пронизывает боль стараясь больные люди черно вы добираетесь до избы пряхи но проскользнуть не замеченный оказывается непросто у нас таких историй особо не бывает в америке очень часто про какую-то стрельбу там в школах так далее у них пушки в больше в обиходе вроде чем у нас но я конечно не знаю может потому что по фильмам как-то видно да и по новостям ну жесть конечно за чувствуем так хочу череп нас не поджидает что ли в избушке репа загадывавшего вам загадки ваши первые мне это он играл сама отвечать на мой вопрос хода стоят три человека они сторожат ведущую к дому тропу и осматривают лесную чащу о чем-то перешептываясь сколько мне дало его вообще блин прямо щечки немного я бы подрался на самом деле но может поговорить с ними можно чё сразу крошку о боже мой почему мы на них напали христианки странно покачиваются из страны в сторону заслышав вас они вдобавок начинают мелко трястись и что-то бормотать акулина что с тобой какой ужас васька помоги сказал без который в ней сидел нужный заговор в черной книге лучше нам поторопиться к этой старухе вы вздрагиваете когда акулина хватает вас мертвой хваткой то что ищешь не найдешь дорога тебе в пропасть будущем только опасность потусторонние голоса стихают и крестьянки продолжают бормотать акулина превратилась в шаман надо ее быстрее расколдовать я и сам не против по пророчествовать и год это чё-то не чё-то не то вы пытаетесь дотронуться до пояски но заговоры пряхи не дают вам приблизиться да вот эти вот пояски у них нить жизни отголоски представления о том что нить судьба человек сохранилась и в чердонских традициях гадание по нитям на то кто раньше выйдет замуж нередко сбывалось девушки должны были спрестить нить принести ее на гадание и испытать их собирали вместе и поджигали снизу чья быстрее прогорит та и замуж выйдет раньше всех чем тоньше нить тем умелее девка таких называли тонкопряхами умение тонкопрясть одно из качеств повышающих положение женщины в предбрачной иерархии нить с приденную невестой сжигали или разрывали в свадебном обряде это был символ того что старая жизнь девушки закончилась и начинается новая силия напрасны неужели печати не открыла и в небесах не под землею книгу никто открыть не мог а кто сумел узрел за ней лишь мрак погибели злобный рог акулина годами о ней ты не знала имела чертила круги страданий тебя ждет немало господь же тебе помоги какие-то крипу нужно торопиться вся эта ворожба кто знает что с ними сделает такое колдовство мне нужна черная книга нужно нужно черный провал на месте трона пряхи ведет в неведомый мрак затянутой паутиной вы слышите манящий шепот темноты подземелья которая тянется в гул и земель и черная книга ждет вас где-то там вы пытаетесь осторожно спуститься в голбец колдуньи но сырая земля выскальзывает из ваших рук и вы падаете в холодный мрак ямы болит удара выбивает воздух из груди вы пытаетесь отдышаться но воздух затхлый спертый через некоторое время вам удается подняться и осмотреться но ничего хорошего конечно ваську не ждет мне кажется это можно было в самом начале ожидать вы обмениваетесь с тревоженными взглядами пытаться открыть книгу демонов стремляетесь в глубины это же не зачарованные для подземный вас какой повороты будут еще черная книга ну давай вы ведут эти туннели как бы не заблудиться белесые нити паутины свисают так а у меня черти работают и не пройти не вздохнуть вам приходится отодвигать одну плотную завесу за другой и вскоре волосы и сарафан покрываются пылью и мелкими пауками хорошо что он светит глаза мертвеца ведь пронзить темноту не смог бы даже ваш проницательный взор вы пытаетесь разглядеть что-то на потолке но он затянут паутиной пыльный закуток какая тропа нехожная стоит ли туда еще суваться-то мне девятнадцатый уровень нужен тучи мелких пауков разбегаются перед вами вы добираетесь до бледного грота также укутанного белыми нитями и к своему ужасу обнаруживаете три кокона которых без ошибок блин бабулька пряха в виде демона паука что ли будет фу вы делаете невольный шаг назад когда из кокона вырывается заточенный там паучий молодняк внутри вы находите истощенную мумию низкорослого крестьянина на его пальцы в тусклом свете мерцает золотое кольцо а в чем и нет свет на мгновение меркнет когда вы снимаете кольцо с трупа и находится почерневший до неузнаваемости труп ребенку только белки смотрят на вас не моргая оглушенная зловонием вы быстро отходите от мертвеца ткацкий станок и звуки а тут доносится будто кто-то на ткацком станке работает черт наверное что там при придут пещерного зала пульсирует белесый кока раздается шелест разбегающихся от мертвецкого света пауков кокон похрустывает паучьей тканью в ритм хоббита а черт кольцо конечно логично я не подумал даже вы разрабатываетесь до паутины и срываете ее словно скачь черт черт покровом обнаруживает работающий ткацкий станок истощенный черт из последних сил управляет механизмом на его черной шкуре перевязанные опоязками пряхи кишат пауки высасывая из нечистого последний смотреть станок и списан колдовскими заговорами удерживающими беса на бессмысленной работе качество начинается с придение нити которую делают из шерсти животных придение известно еще с доисторических времен поэтому его отражение в мифологии вполне закономерно парки и мойры в древнеримских и древнегреческих преданиях богинь жизни и судьбы 1 тянет пряжу символизирующую не человеческой жизни 2 наматывает кудель на верите но и так пред предопределяет судьбу 3 перерезает нить и тем самым заканчивает жизнь блин как жаль что мойр не добавили в хейдос я думал об этом а освободить беса нам не нужен бес вообще он же к нам в услужение пойдет да и пускай работают черти должны свою бессмысленную работу делать пошли дальше ждите лси они говорили что скорее всего не будет делать их а это завершенная игра я думаю что студия примется за другой шедевр какой-нибудь вы пытаетесь найти просвет во внезапно возникшей преграде и скорее всего уже где-то год над ним работают перекрыт между прочим скользкие нити еще свежим давай разрыв травы проверенное средство не подводит паутине образуется лаз и вам удается им воспользоваться что здесь сожженные нити грелом от этого прохода пахнет чё там прях кострынку пал тоже жгла чё ли сам разработчик в интервью оделся и говорил да когда может я этого не пропустил ну как место заняли причудливые разноцветные нити они гроздьями свисают с потолка но и образуют странный я помню точно читал их новость когда они релизались они сказали сейчас мы выйдем в релиз пофиксим все баги и потом возьмем небольшой перерыв чтобы подумать над тем над какими играми дальше работать и так далее так далее но я не помню чтобы дилсик хейдусу обещали но если выйдет я буду только за некоторые нити одна из немногих игр которая заслуживает платных дел сишек в которые захочется вернуться вот смотреть нитью с порядочные на первый взгляд нити кажется висят в хитроумном порядке зачем пряхи столько не так-то разных колдаст причем здесь без а там он там же нити они к людям идут кодовство как блин нет но она суждаю это гадание такое какая сгорит быстрее тому и сбыться упряхи тут свой порядок а это чем не гадание в этом я же об этом и сказал немного паутины ее место заняли причудливые разноцветные нити они оснатного одни угадали не угадали я чувствую книгу уже где-то рядом у скайтер по вы замечаете чертей свисающих гроздьями с паутины по углам узкого пещерного лаза сначала вы решаете что это очередные жертвы пауков но вскоре убеждаетесь что это нечисть еще жива увлечена игрой в карты и не обращает внимание я боюсь ты за карты мы левел не не об нем а вот за битва обычно где-то по 600 опыта дают пойдем в битву двойной урон если на противники сглаз 2020 нанести тройной урон со сглаза так здесь чем а здесь нанесется 8 22 написано так 18 плюс xx3 должно убить вроде бы может быть 22 у разов здесь x3 надо посчитать на самом деле 20 плюс 24 так 9 на 3 подожди-ка 27 здесь 67 а ну вот уже 40 плюс 27 я думаю что второй сглаз кидать не очень полезно уже тройной урон да не двойной и тройной блин 252 рубля чуть забита такая надо было с ними в карт сыграть че там не разгляжу никак уж не печка ли стоит как можешь скипнуть дурака он разный жирный лаз обустроенный как обычная горница в избе здесь есть и печка и стол с лавками красный угол и даже прялка с куделью только бревенчатые стены уступили место пещерным камням на которых пряха мелом начертила смотреть прялку старая прялка искусно расписана ромбовидным узором вы дотрагиваетесь до кудели и по приспособлению разбегается стая мелких пауков шелестых лап напоминает насмешливый хохот прялка и веретено прялки тоже магический предмет они изготавливались из монолитного куска дерева еловой копани сиденье или гузна из корневища стояка лапа лапа лапастка из ствола без молитвы начинать прясть было нельзя оставлять прялку на ночь без креста тоже волшебной силой обладает и веретено именно им сказках укладывают палец и засыпают мертвым сном уколовая палец а на ткацком станке верховное божество создает полотно мироздания именно на нем чердонские крестьяне делали узоры наполненные сверхъестественным смыслом полотенца выходили из него с одной стороны символ внутренней зари с другой зари вечерней не случайно именно на полотенцах выносили гроб с телом умершего из избы два шитых полотенца использовали как скатерть она играла важную роль во многих обрядах и ритуалах символ странные буквы и геометрические узоры пульсируют колдовским светом и видимым обычным смертность вам ни надписи не рисунки похоже мне не позаимствовало знание заморского видовства у своего ученика смотрите странно видеть крестьянскую утварь так глубоко под землей похоже это мебель которой не хватает в избе пряхи на поверхности напомню что может ходить в азнам ну да так ну и черная книга наша давай пряха отдавай сюда книженцию нашу я же говорю она пауком гигантскими мерзким а вот зачем напоминали что можно ходить на везде и да я вроде помню сказал человек в чате с ником шелоп вообще паукам должен помогать нет ох будет топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ ха-ха подобралась к аж невидимая опять опа книг-то наша черная книга вернулась а знаешь я давно ждала когда придешь так и знала что не сможет он тебя сдержать сторожат мои уж давно про тебя рассказали но книг ты ловко забрала это моя книга решила что сойдет вдруг чему придут еще я тебе ее хотела конечно только такая могучая вражая как ты может с ней совладать для мертвой печати нам понадобится колдун так тут я тебе не внучка здесь два колдуна думаю для книги ты сгодишься грехов не многовато ли дать я не сгожусь и отвес передала садьбу свои не то что иные киловязны не такая я уж и колдунья до капрята на рост и не нужен а я не так помню эх память-то не та уже не твое дело ну вот и славно вместе пойдем на рост и я тебе помогу все сделаем деточка счет сложный выбор чат счет очень сложный я и как не доверяю после всего про то что мы сильнее правду говорит там паука надо еще бахнуть знаю что желание хочешь мою отобрать зачем зачем она мне василиса ведь мы хотим одного и того же ты хочешь парня моего зада вызвали конечно конечно девы я хочу помочь тебе не то что саня он плетет свои желания заговоры а конечно из окра тьфу все проще можно нам без извести а если их не будет кто твоего жениха то удержит в аду ты думаешь книга всех бесов может извести чё-то не знаю стал бы мне тогда тот черта помогать да кто а ведь таково предание предстань и колдуну не окаянного как у христа за пазухой зажиму ну объединимся блин ну вообще интересные вещи говорит на счет ей все еще не верю тут стало интересно да согласись не хочу решил бы окне наоборот вишена какое благое дело предлагает всех бесов уничтожить они сразу видно положительный персонаж а то ты поверил нет а то будь у тебя добрые намерения ты бы сразу мне помогла как мой дедушка думаешь вот про деда еще санек чё отговорил да он никогда тебя не любил ему также плевать на тебя с высокой колокольни как мне на санька вранье а зачем учеников ты берем сама знаешь чтобы черти на тот свет пустили ну это правда и ему для того только и нужно уж я-то знаю на том не этот поганый парин и душу был ты чё нам с тобой мы бабы знаем друг другу как есть скажу помогу печать открыть вместе будем до 5 так бабка ты их складно придешь свою свою тонкую нить как там пела это хилависа мне подождите нет я не помню кто там поет эту пронить шелкопря да вот это вот песенка не не красками согласится а я нужна ха 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 думаешь я тебя не одолею или ты не видишь какой без меня в служении это сам пермятский чирань переносишь умерших мир мертвых ничего ничего мы разберемся флер да вот вот она я просто помню многое и заказывали когда-то когда у нас музыка еще была в обиходе на стримах где сюда бабулька босс файт поехали мы были на самом деле стрёмно я могу и проиграть здесь у меня как бы билд не супер эндгеймовый уже довольно устарел порча 24 стойкость к порче вечная неснимаемая хворь стойкость к яду из глазу рот зашит уменьшает броню получаемый на 4 и хворь что увеличивает урон по существу то есть по мне 1248 у ему лапки можно пробить а гома ему короче при всем противникам на тебя по лапкам хочу а где урон то заморочить это что у нас выбирает цель случайного противника звучит интересно складное разложение сюда здесь складные вот эти вот крепкие две штыки чтобы на следующий ход сохранились здесь слов до максимума берег ну давай оберег качню а блин можно еще по порчи ударить у меня порчи то особо нету на береге бахнем и ночи статус себя снять на следующий ход двух слов до максимума доберем о каркуш пришла уже хорошо но и слабость сюда еще дополнительную блин ну иммунитет к порчи конечно класс сколько мы на у я накинули пятеро вообще еще офигенно бы зашел этот вампиризм который потому что тут аж три лапки урон получают мордочка и лапка 1x3 яд 2 вот яд неприятный но что поделаешь здесь еще тоже хворь тоже рот зашить чтобы ты ход делает а увеличу тром по мне эта херня полная сам неприятная здесь по факту я так но мы сейчас наверно надо упыря бахнуть складную порчу в основного ну и полностью нужно берег еще качнуть немножечко а к яду у меня тоже стойкость а стойкость к яду дача я тогда боюсь ясно не боюсь так упыря 11 класс и теперь с каждой лапки и шахеляемся чуть-чуть на них я тоже есть наш порч нет пока что слабее не добил ты бы еще посмотрим что он еще будет делать особенно когда лапки ему откусим сглаз плюс 22 прошку ядом избивают несколько цикла сглаз для статусных эффектов уменьшать значение всех накладываемых эффектов на 24 опа вот это вот выглядит как проблема вот что я хочу тогда сделать потихоньку надо начать снимать статус и мы жестом салмониду будем юзать возражение накинем слабость накинем и оберег еще один чай я случайно лол а можно еще одну салмониду она исчезла из руки это бага была заморочить 2 всем может быть заморочить сработает сейчас она на себя зашить накинет поехали вернее вот эту не сквать на одну из своих лапок было бы здорово так на это на меня накинулась хворь плюс 4 это другая лапка и эта хрень не походу заморочить не особо работает так а народ зашит понятно несколько уменьшать значение всех накладываемых эффектов на 1 а так на 1 всего а было я думал больше ты были ясно все что и правда летучий используется мгновенно и ничего не забирает очу заима но на них я да на самом деле вот оберега у меня тоже молодости все мне лишь 87 атаки что еще сомневаюсь что хоть какой-то атакой здесь урон и несет этой прошка там читат яд дамажится порча 24 до ничего не делал возложение складную слабость там уже не нужно особо тоже финальный босс нет но это еще шестой акт пока что было что у нас и всем должно быть это просто бабулька со своим питомцем павуков павуканом если к суслик мне кажется паук начнет раскрываться когда ему типа лапки убьешь финал еще 5 честно говоря я надеялся на 3 уж такими таким темпом и до финала не доберемся просто потому что мне некогда спидрань к кармику чудо ну я потихонечку потихонечку куда спидрань порчу 322 ясно да кажется лапки не успеют умеете мы не увидим его основных атаку потому что я думаю что они появляются с смертью лапок честно говоря завершить ход раз минус лапка 2 минус лапка за 250 хп ты чё ведь я почти его просто убил снимает все положительные статус у них нет ясно блин весь яд с него скинулся он будет безгрешная васька может быстро пробежать можно спеть за 3 1 на 4 мобильный берегишь мне ничего не дадут по факту на 44 урона кстати просто слабость на киатах ним и так есть немножко здесь праничники до 1 урона а опять лапки вытащил 89 хп ойн его 364 порчи все еще в деле балдеж ну так и чем-то проблема это никуда не делась сейчас просто сдохнет и все по идее смысл очень фазу без лапнуть и восстановиться а ничего что какие 16 урона не понял ну 363 4 же порчи а новая накладывается короче херня всех миша давай по новой все снова накладывать поэтому сама не можно было запихнуть ну вроде умирая 28 еп выбравшись из подземелья находите ваших знакомых освобожденными от страшного колдовства пряхи они все еще немного не в себе но вы чувствуете что вскоре видовство спадет полностью на крыльце вы обнаруживаете еще один пояс сотканы из паутины взять конечно мы не взять точно нам в любом случае надо было бабку убивать чтобы расколдовать наших друзей пояска из паутин так врагов но есть минус 3 то без нее да кто ты распоясался раньше что все пояски носили отоделила эту пряху как тетя марфа умирала вот у меня на памяти что угланом еще был дом кота за хвост таскал ранец на палате закинул каникулы прибегает дружок мой коляна и так соседям колдунья тетя марфа помирает прибегли и вправду старушка мучается стонет по постели мечется и сметана молоко у нее из глотки хлещет это она столько за жизнь свою поганую наворовала не помрет пока все не отдаст так и было утром хозяйка и хлев идиот а корова ее сухая ни капли молока колдунь ее ночью выдавал мужики уже потолок над теткой марфой разобрали трубу печную открыли чтобы душа вознеслась у колдунов вишь душа тяжкая от грехов ей трудно подняться и еще бывало и крышу разбирали от тетка марфа приставилась как все молоко и сметану вернула помело фруктик что ли такой окей саньком расправились бабули расправились пряхой чудо что